Первым же баном против Айс Айс Айса. Бан зомби, бан визажа, ничего неожиданного. Ну, вот я просто первое, что хочу сказать. Видишь Герокоптера? Кто победил? Давай заворачивай нам герой. Ну, просто Герокоптер в нынешней мете настолько сильный герой. И, ну, как бы он, точнее, не то чтобы суперсильный герой. Он просто, как раньше был сильным, так и остался. Но в нынешней мете стал очень популярен. И его нужно чем-то контрить. Но, как мы видим, Рейв берут на Кэрисе Фантом Лансера. Очень медленный как-то. В свое время Фантом Лансер был ферст пиком. Фактически единственный герой, который его побеждал. И был Герокоптер. А тут они пытаются победить Герокоптера Фантом Лансером. Ну, я вообще не знаю, что сейчас побеждает Герокоптера. Кроме Кэри Бэйна. Что побеждает Герокоптера? Во все времена Герокоптер боялся героев, которые быстро бегут. Его пинают. Инфест бомба, например. То есть есть два варианта реальных. Это либо, да, инфест бомба. То есть на Айкс плюс Шторм, на Айкс плюс Куин оф Пейн, Пак, на Айкс Бэтрайдер. Или герои с блинками, которые продлевают быстрое расстояние. Какие-нибудь. То есть, скажем, тот же Тролль Варлорд с блинком. Джиггернаут. Сларк тоже какой-то. Воид, Сларк. Все. В общем, герои с блинком. Тинни Висп тоже. У Фантом Лансера тоже есть блинк? Как бы. Нет, это не то. У Фантом Лансера, на самом деле, немножко в последнее время был видоизменен. И иллюзии его стали совершенно иными. То есть принцип их использования стал совершенно иной. Ты не можешь ими фармить. Но при этом в бою они просто нереально плодятся. И убить их все практически нереально. Плодятся сильно. Но опять же, это контактный боец Лансер. А Герокоптер любит контактных бойцов. Он любит, чтобы они были вокруг него. Потому что этот кулдаун, на самом деле, наносит не смешной урон. Плюс замедляет дико. Флэг, соответственно, чем больше контактных, тем больше люди поедают этот флэг. Ну и, извините, Рокет Бараж, самый сильный вообще спелл скилл в доте, по факту. На самом-то деле, с кулдауном в 4 секунды. И действием 3. Эта дрянь просто, да, просто разваливает на лицо. Поэтому, не знаю. Нужно Рейвом набирать что-то еще к Фантом Лансеру. Один Фантом Лансер никак не потянет против Герокоптера. Тем более, что еще и Шейкера взяли. Ну, они сейчас будут охранять его. Они будут очень жестко охранять свой вертолет. Ну, и вовсе тяжелая задача. Если бы у тебя был вертолет, ты бы его охранял? Думаю, да. Ты сам как думаешь, это же вертолет. Ты выходишь такой на задний дворик, а там вертолет. А у нас на студии есть вертолет. Такой на ревиве. Такой летает. Этот? Этот на управление? Дрон, дрон еще с камерой снизу. Откуда он у вас взялся? Надержание, лучший подарок. Вот, любому мужчине в любом возрасте. Так что, если нас смотрит хоть одна девушка, все, у меня, конечно, сомневаюсь. В любом случае, где-то там есть одна. Знаете, знаете, да, что любому парню на любой день рождения в любом возрасте можно подарить вертолет на радиоуправлении. И он будет безумно счастлив. Причем вы можете это сделать своему парню, своему племяннику, своему сыну, своему папе, дедушке. Папе, дедушке, в очередь. Не важно, не важно. Другу, брату, борщу. Абсолютно в любом возрасте. Да, и все будут довольны в любом случае. Так, у нас улетел, собственно, Бристлбок. Не будет Бристлбека. Ждем четвертый бан от рейв. Это минус Квин оф Пейн и третий пик от Джей Йо. Ну, Квин оф Пейн забанили тут логично. Вообще, Квин оф Пейн один из самых у нас популярных пиков тоже стало. С актринкором. С актринкором мы уже поняли. Про актринкор мы еще будем обсуждать потихонечку. Все, с актринкором становится лучше. Этот, мидер нужен. Рейвам. Вот он, мидер. Может быть. Ну, кстати, смотри, и Леон, и Лина, еще и пугну сюда. Короче, я... Не, пугну туда. Не, пугну туда, это вообще идеальный вариант. Пугну сюда Вичи. И просто палочка-выручалочка, морф с аганимчиком, 2 варда. А этот все со своим морфом с аганимчиком. И подбегай, Лина, ультуй. А ты прикинь, стоит 2 варда, подбегает Лина и ультуй. Не, ну, если она БКБ купит, то может... Ну, да, если БКБ купит, то все хорошо. Еще, короче... А, нет, нельзя так. Хотел сказать, что можно увернуться от палки при помощи Иулла, но нельзя, потому что она работает до того, как скилл вообще вылетел. Так что не получится. Но не факт, что Лина на самом деле мид. Хотя, конечно, два суппорта Лиона и Лина это такие себе, не очень. Слишком дохленькие. Все-таки стараются суппорта одного набирать более такого, что ли, поплотнее, как правило. Какого-нибудь... Контактного какого-нибудь. Какого-нибудь плюс. Стараются сейчас брать роумера какого-нибудь с ботинком. Лиона и Лина не особо подходят на такие. Ну, а почему Лион и Лина, в принципе, если они вдвоем, если они хорошо начало игры сыграют, нормально там в смоках начнут бегать, то, ну, проблемы будут? Да нет, нет, слушай, это вафельные парни. О! О, Шадов Демон. Ну, это, кстати, в последнее время тоже начали команды снова обращать внимание. Как минимум можно прятаться вот от прокастов Лины, от прокастов Лиона, от прокастов Иллины и Лиона вместе. А можно, кстати, и помогать Иллине и Лиону давать свои прокасты время от времени, если ты неправильно прячешь. Можно, можно. Ну, я думаю, что здесь у нас другие будут приоритеты. Шадов Демон, в принципе, скорее защищать Гирокоптера. Ну, тут весь упор делается на защиту Гирокоптера. Два защитных персонажей. Что Шейкер, что Шадов Демон. Они, конечно, такие защитно-нападательные, но тут мы понимаем, для какой цели они будут использоваться. И, в принципе, не, вообще Лина с Лионом в смоках они очень сильные. Гонгирующие, очень гонгирующие персонажи. Ну, такое себе. Ну, зависит от того, опять же, как они действуют. Потому что, судя по пику Вичи, они в курсе, что Рейв хотят на них нападать. Ну, конечно. То есть, у нас просто... Блин, ну, когда ты хочешь нападать, смысл брать на том лансе? Элементарно станет, Юр Шейкер, или, может быть, Шадов Демон, скорее, Шейкер, встанет где-то в районе меда, на дефолтном месте, где палится смок, он там вот на горке слева. Ну, да, да, да. И будет просто стоять на холд позишине хоть час. Все-таки это суппорт Лина. Да, суппорт Лина. Если, конечно, не оффлайн Зевса, такое тоже бывает. Ну, таких пар командов хватало. Или суппорт Зевс, да. Слушай, ты посмотри, что делают Вичи вообще. Вичи делают современный в этой мете, пока еще, ну, как бы вот, конкретно сейчас в этой мете их пик это типа идеальный. Вот так вот пикают команды, которые побеждают. Собственно, так пикал Эмпайр против Вичи на всем вот финале. Это был и Герокоптер постоянный, и Вайпер этот соло. Вайпер нереально сильный герой. Он очень противный. Опять же, не забываем, что добавили такой итем, как Глиммер Кейп. Если какой-то из суппортов собирает Глиммер Кейп, он кидает его на Вайпера, и Вайпер вот съедает весь этот прокаст, и тысячу хп даже не теряет, наверное. Ну, серьезно. У него 25% своих, 25% еще с пассивоса, и еще 55%. Ну, то есть, считать, конечно, лень, но где-то под 80%, наверное, будет, да. Ну, и попробуй убивай их, так сказать. Не, ну, Вайпер, да, в этом плане он всегда был достаточно вот таким плотным персонажем. Одна его слабая сторона, это то, что он жутко неповоротливый на самом деле. Но при этом мы видим, что тут и майнсеров-то вроде не особо много среди всех этих персонажей. Кого возьмут для ИССС? Интересный вопросик. А вот, все-таки говоря, как раз сидят и видят ИССССР. Ребят, и вот прошу заметить, что абсолютно без проблем, на многих турнирах было куча разных там скандалов и так далее по поводу тренеров, да? Сидит 357-й спокойно, без проблем вообще. Ну, я не знаю, у нас много было разговоров на Старладере на эту тему, типа, стоит ли разрешать тренерам общаться со своей командой после пика. Тут, по-моему, печали нет вообще никакой. Я считаю, что нужно разрешать. Правила везде разные. Возможно, стоит сделать какое-то правило тайм-аутов, например. Правило тайм-аутов выглядит самым логичным, да. Где не все время он может говорить тебе, капитан, а ты можешь взять тайм-аут, и он скажет, так, парни, у вас то-то-то неправильно, то-то-то купить, то изменить, туда-сюда. Да, он сидит на протяжении первых 20 минут, допустим. Ну, как в КСе, в КСе тренера вообще в тимспике, правильно? Ну, не знаю, КС мне на самом деле... Ну, в баскетболе тренер по ходу игры рассказывает, куда что кому идти. В футболе то же самое, то есть везде это идет интерактивное общение. Почему в ДОКе? Ну, чем это помешало? Ну, по-разному можно на это смотреть. В принципе, я не против, например. Мне кажется, что это нормально. Но другое просто, что нужно бы, чтобы все команды решили вместе с друг с другом, с организаторами турниров. Да, да, и чтобы все кон был еще тоже. Но тут мы опять приходим к тому, что нужно быть централизованные турниры. Вальвы, 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 сейчас начнем опять рассказывать все эти истории. Ну, самое главное, что в конце всех этих историй оказывается один виноватый персонаж. Это Валв. Это Валв. Ну да. Они всегда во всем виноваты. Вальвы, в том числе написали, что они такие, да идите вы все, закрываем мы доту. Вот, поэтому мы не будем это говорить. Акси запанили еще. Кстати, пик бестмастера хорош. Пик бестмастера умирана. Под машину демон. Так слушай, так это Шекерс офлайн. Да, да, да. Шекерс офлайн и наша старая, добрая, позабытая связочка, но вполне рабочая. Это Шадоу Демона Мирана, который будет... Там тонкие герои. Там все герои, кроме бестмастера, они нереально тонкие. Поэтому любая стреловуха и все. Ну, Зевс мне просто вообще не стаец. Я не знаю. Ну, а ему очень будет сейчас тяжело. Ну, на него просто приходит Шадоу Демон с любой позиции, с любого места. Да, и Зевс умирает. Его спасти даже нечем, понимаешь? Нечем. Нет Шейкера, который может отстанеть двух героев каких-то подходящих. Нет Шадоу Демона. Нет Шадоу Демона, который будет сейвить. То есть вообще ничего нет. Дазла нет. Ничегошеньки. Ничего нет, да. Из Леона и Лины, из них спасатели, ну, такие себе. Они скорее могут тебе в ответку лицо начистить, чем... Спасатель Леон, что он делает? Сейчас поглядим. И отсосет у тебя ману. Да, да. Здесь у Рейв есть теоретическая возможность пойти в хард. Я бы их вместе бы не делал так. Но, идя на легкую, у них очень много проблем тоже может возникнуть. Именно потому, что их будут генджить, а им ответить нечем. Да, ну, вот они, вот они, собственно, разбегаются по своим линиям. Манго. Манго. Манго, да. Манго топовый вообще артефакт. NS недавно выдал аналитику из чудесного аэропорта Salt Lake City. Я не спал уже 40 часов. А что было за аналитика? А ты не смотрел аналитика про манго? Нет, нет, нет. Топовая аналитика. У меня ватрия обязательно. Она 37 секунд, мы не будем ее озвучивать, потому что это не культурно делать. В прямом эфире. Но, в любом случае, Манго покупает райор и айсайсайз. Это значит, что... С броненосцем? Да, с броненосцем айсайз-сайз. Все как положено. Броненосец. Но, смотри, какой забег делает Вичи Гейминг у нас вниз. Да, и это будет интересно. Кстати, опять-таки, мы напоминаем вам, что это The Summit. И, в отличие от всех других турниров мира, на этот раз не мы сидим у руля. Да, и мы получаем удовольствие, сидя на диване и комментируя. У нас есть свой камерамен, у нас есть свои специалисты, которые этим занимаются. Так что на нас гнобить нельзя, потому что мы невиноваты в любом случае. Вот так сразу съехал, да? Так, смотри, как агрессивно. Хаус заходит, но он в курсе, что Shadow Demon рядом. Если что, подсейвит его. Ну и в итоге, что они сюда забегали-то? Что-то забежали, поставили в бар вордецов. А, слушай, они в триплой или они пойдут просто в сложную? Да, сами идут в триплой в сложную. Даже так, вот эта агрессия... Очень, да, очень жесткая получается агрессия. Три рейнджевых героя, слушай, против таких дольких пацанов. Ну, на самом деле, слушай, я бы на их месте так не делал. Ну, то есть им это нахрен не было нужно идти сейчас в хард. Ну, мне кажется, знаешь, почему это делается? Потому что они могут это сделать. Могут себе позволить, ну, может быть. Но вообще они рискуют. То есть, если бы они шли на лёгкую, я бы сказал так, что их шансы огромные на победу. А шансов у рейфа очень мало. А вот идя в хард, хард это всегда риск. Ну, риск, риск. Ты можешь там просто проиграть этот хард. И в итоге окажется, что на 15-й минуте какой-нибудь лансер уже с диффузальчиком, там, пауэртридцом ломает те лица по всей карте. Ну, просто смотри, тому же ПЛу, например, даже с двумя такими спортерами, как Лин и Леон, им чрезвычайно тяжело тут хоть кого-то убить. Потому что гирокоптер на передовой, он... Ну, пока у вас нет хотя бы там третьих левелов, да, у вас не хватает прокасты для того, чтобы его нормально сбрить. Во-вторых, у него постоянно есть подсейв, то есть его просто поймать очень тяжело в лице шаду демона, который... А во-вторых, фантом лансер милишник, он не может напасть на гирокоптера. Милишник, безусловно. Слушай, по-моему, эта трипла уже в салат проиграна. То есть, тут разве что какие-то... Ты смотри, еще и варши. Ну, вот смотри, Фенрира очень... Сейчас Фенрира будут. А он агрессивно захоронен, но вот начинается какой-то подмет. А почему? Слушай, а что происходит? Почему у одного парня на трипле на Леоне Стан, а не Хекс, а у другого чертова волна? Где Стан? Где Хекс? Кстати, да, Стана нет. Ну, не знаю, возможно, делали... Хотя, мне кажется, просто ребята особо не задумывались над тем, что придется вот прямо сейчас кебаковать. Так что, может быть, он вообще подкачал. Копье, копье Фенрира, копье Фенрира, он может умереть сейчас. Дай один удар по фенриру. Не, не, будет жить. Ой-ой-ой, Станчик не долетает. Ну, чуть-чуть не долетел. Такое, такое. Ну, не знаю, просто Хекс очень сильный, две с половиной секунды, извините меня, не шуточки. Плюс Стан у Лины это вообще один из самых сильных Станов в игре. А волна-то тоже, конечно, хороша, но, блин. Ну, смотри, сейчас уже планируют свою контратаку ребята из ВГ. Видим, что уже там Шадоу Демон ручками машет. Да и, в принципе, они вот-вот начинают. Защитил с собой Жио, нет, Жио забил просто отбежит. А, вот это уже совсем плохо. Это, скорее всего, действительно Ферст Блад, да. Так что же, тут шеи второго парня могут убить сейчас. Сейчас будет еще один бараж. Это два килла. У Джио один убитый крип. Трипла проиграна в салат. Что делали рейв здесь, не совсем понятно. Да, рейв плохо разыграли все это. Да, понятное дело, что трипла сильная. Но, во-первых, нужно было им втроем пойти в самом начале отбить спаун лесной. Ну, вот найти тот Сентряк, втроем это сделать, чтобы начать отводить. Потом, ну, конечно, нужно было стан на линии взять. Хекс на Леоне, я думаю, все-таки они тоже стан, который 70 урона, блин, наносит. И станет на полсекунды. Самый сильный скилл на первом уровне вообще. Ну, в принципе, получается что? Получается то, что трипла в месину проиграна у рейв. То, что Фантом Лансер будет как минимум без денег, как максимум еще и загноблен. Ну, просто в салат. Ну, плюс вообще у них еще и Зевс у рейв. То есть нужно было просто как-то стараться тут отковыриваться, что-то делать. А потом на шестом Зевса идти в атаку. Все-таки шестой уровень Зевса он получит быстро. Здесь будут герои третьих уровней каких-то. Но уже все очень плохо. Теперь, конечно, будут проблемы. Да, там вот смотри, показывают нам очень грамотно по левелам, что происходит. Потому что трипла на триплу это очень шаткая ситуация. И преимущество даже в 150-100 опыта, именно разница на первый-второй уровень, оно может вытекать в просто какие-то колоссальные проблемы. Потому что тот же... Ну, ладно, на шестой демоне это не так сильно отображается. Но вот под матом какая-то с липом или Старштормом это уже лишний дамаг. Причем новый Старшторм вообще какой-то бешеный сейчас. Просто дамажит не по-детски. Вот, если бы сейчас, например, Лина с Леоном получили по-второму, ну, если бы ситуация была наоборот, то у ВГ были бы супер-серьезные проблемы. У них обилки очень сильные. Пожалуй, Зевс еще на миде проседает от вайпера. Но это, в общем-то, не новость никакая, что Зевс будет уступать вайперу в два раза. Ну, получается, у нас Зевс проигрывает линию. Да, на топе пока неплохо держится Райор против Вайс и Цайса. То есть, ну, это понятно, как бы, да? Шейкерам на первых лавлах довольно тяжело стоять против Бестмастера. Тебя постоянно мучает Кабан. Кабаны, два Кабана там. Кабаны, да, действительно, Кабаны. Просто дабл Кабана, они и тянают, и мешают. У Кабана тоже есть Кабан. Ну, это так, Секабан. Такой Секабан. Не дерется, блин, как в лоле. Оп, и стрелан. Хорошо, уворачивается здесь. Ну, и слушай, ну, нет, ничего не произойдет. Повезло сейчас линия. Ну, суть в том, что гоняют, и по-прежнему четыре убитых крипа у Джио. Четыре. Регенчик еще играл Фенрира прямо из-под носа у Зевса. И это плохо очень, если бы сейчас здесь взял Реген. Он бы тут нормально держался против вайпера. А так он без пустым ботов. Надо обузить. Ну, вот, видим, что по крипам ситуация достаточно грустная для ребят из рейв. Вайпер, гирокоптерами, топовые крипстаты. Ой, а здесь залетела стрела со второй попыточки. Но все, эти суппорты уже у нас, Фенрирс и Сэфуайм просто здесь не дают дышать. Ну, да, это Фенрирс и Сэфуайм, бла-бла-бла, лучшая связка саппорта в мире. Бла-бла-бла. Ну, суть в том, что, ну, блин, ну, тут с самого начала было понятно. Во-первых, действительно неправильный выбор скиллов на первой голове. Во-вторых, что они пытались делать, я не могу понять. Ну, да, они там поначалу пытались убить этого Леона, если бы они убили... Нет, если бы они убили, да, и они бы получили побырику вторые левела, они бы потом загнобили, мне кажется, эту треплу вообще в миссину. Ну, возможно. У Перлина первого уровня с ботинком и сытком телепорта. На шестой минуте. И Дрэгон просто слэйвен. У него же даже стана нету, куда ты идешь? Ну, да, это плохо, но сейчас там бейсмастер скоро будет шестой левел по логике вещей. И, может быть, попробуют загангать, ну, первого уровня он. Был бы хотя бы второй, хотя бы станчик, чтобы был. Ну, даже на первом левеле со станом хоть что-то было. Да, так, ну, еще и Зев скоро у нас шестой левел будет по логике вещей, раз вайпер уже почти седьмой, но сильно здесь овнен Зевса. Ну, шестой левел вайпер, в Зевс пятый, то есть он стоит тоже очень-очень сильно. У вайпер почти седьмой, ему там два крипа до седьмого, а у Зевса все еще шестой. И у Хаоу 37 на 9 на сложное, на трипле, по-прежнему у Джио 6 крипов. Ну, я бы не назвал это сложный, знаешь. Это да. Достаточно легкая сложность. Да, нет, офлей, офлей. Хорошо. В этой игре его можно примирать. Так, тут какая-то непонятная встреча, но вайпер, с вайпером я бы не сражался. Да, Ильина, мне кажется, тут делает серьезную ошибку, она просто умирает. Зевс может фраг забрать, здесь может забрать фраг. Две нижних в пайсе сайсу, еще одну. Ой, куда нет, Зевса, ты чего? Вот Зевс тоже, короче, доигрался, кажется. Кабан, Кабан, спасает Кабан, смотри, как Кабан сейвит сейчас с деца. Подзамедлил вайпера, ну и Зевс живет. Куда ты идешь-то? Что? Вон тут много людей, в принципе, да, тут супер могут убить, заковырять. Ковыряй его, аааа, изо всех сил. Супер, супер, да ладно, он еще и два зевса, и почти. Убил, убил Зевса, Зевс забрал фраг первый, получил деньги, опыт. Хоть какой-то размен дали. Да, ну, аисту достаточно шустрый такой товарищ. Ну, Лина уже хотя бы почти там третий получил, она сейчас на линии уже там третий дополучит, уже будет потихонечку переходить к четвертому, но это на самом деле погода особо не делает. Потому что герой пока не совсем полезный, как по мне. Ну, ты знаешь, упал Тауэр снизу уже, и в итоге все хуже-хуже дела идут. То есть, как бы, причем, герокоптер пятый левел. Да, единственный плюс, что действительно, седьмого левела был Вайпер, его убили. То есть, там Лина должна была поднять неплохо, экспы. Там и Леон, да, тоже присутствовал. В принципе, все были рядышком, могли, должны были получать. Криси, у тебя проблемы, братан. Да, проблемы у Криси, конечно, он здесь должен умирать в стрелах, краешком. Ты видел, как он четко подпрыгнул, да ладно, напали на супер. Ну, это супер, они не убьют его, конечно, там сейчас будет еще шейкер. Он достаёт, почитай, СССР, долго думал просто, очень долго. Он шел, он хотел дойти до культимейт, видимо. Посмотри, еще и кулдаун от герокоптера очень классный, в результате райорта тоже будет умирать. И это минус 4 в размена одного только вайпера. Это салатик. Вайпер фидак. Супер, снова фидит. Супер, снова фидит, потом башер на вайпере купит. Ну, это же дефолт. Ну, вообще, сейчас ССССР продал просто. Он просто его продал. Он хотел подойти, дать ультимейт, видимо, изначально. Ну, скорее всего, да. А ему говорит Супер, ты че, куда идешь, Вася, кидай стан. Он такой, ну, ладно, но поздно уже был. А потом, типа, сорян, маны не было. Сорян не хватило, да, бум, ой, сори. А ультимейт, я не знаю, откуда здесь Костолус вообще. Она по лобу тебе нарожала. Да, говорит, да кулдан он был, говорит, реплей, посмотри. Манго съел, друг, манго съел. Ты знаешь, ты знаешь, это как, когда играешь в команде, если начнешь машнить посреди игры, тебе все скажут, тихо, нельзя машнить, после игры разберемся. А после игры, типа, все забывают. Так же, ССС тоже будет, тихо, не машни на меня, после игры, реплей посмотри. Надеюсь, не посмотри, надеюсь, не посмотри. Может, у них штрафы внутри командные. Я думаю, ССС уже, а ты прикинь, так играешь, играешь плохо. Выиграл в итоге турнир, и еще и денег остался должен, да. Хао за финал Д20СЛ остался должен, точно говорю. Я, к сожалению, не спрятал. Кому-то, кому-то точно остался. Смотри, смотри, там на топ сейчас выходит, хотят убить шейкера. ССС, а он-то без маны. Но он чувствует, чувствует, смотри. У него нету манго, он уже должен был схавать. Хорошо, хорошо, ССС играет, все прекрасно понимает. Ну, а снизу в это время боджает. Да уж, совсем неприятная ситуация для лансера. Но вообще, счет 2-10 и 3 топовых нетворса, которые нам, в принципе, намекают о том, что гирокоптер, у которого 5000, чуть лучше, чем фантом лансер с двумя кусками. Да, фантом лансер с двумя кусками, он вообще не самый полезный персонаж в игре. Он превращается в такого... Я даже не знаю. У него просто есть копье на 300 дамеджа, оно не очень сильное. У меня в детском садике была группа, называлась Якорек. Я думаю, фантом лансер сейчас может стать почетным членом этой группы. Старостой группы, старостой группы, старостой группы Якорек. Якорек, вообще. Ой, какая стрела, конечно. Какая стрела, сейчас все будет Старшторп по-те первому уровню, но все равно, где реально достаточно много урона он наносит, Вай спокойно убегает отсюда. Ну, если саппорт кошка убивает соло-миндзица, всякое случается. Под базой. Всякое случается, но если это делается так просто, то тут, конечно... Да, ну вот, общее преимущество уже более 5000. То есть, Дота всеми возможными способами нам намекает, что ВГ, скорее всего, победят на первой карте. Конечно, это Бест оф Три, то есть тут еще всякое возникло. Да, ну и, собственно, то вот, о чем говорил, как минимум, я, оно, по-моему, подтверждается. Рейв просто вообще не понимает, что происходит. Просто они где-то увидели лансера. Притом, я сейчас, вот сейчас, закончится очередная драка. Райор должен, наверное, умереть. Он ловит колдов, хотя тут неплохо. Откинули за брата, Хао умрет. Да, да, да. Слушай, Райор по-прежнему живой. Да ладно, уже он сможет уйти. Все-таки от ядра будут отравили. Рейнерир еще погибнет. Ну, слушай, ну, тут отлично, конечно. Ой, Шринингер идет. Амана нет. Амана нет на улице. Ой, и Жевсан еще у него, смотри, смотри. Так жестко, и он еще тут умерет. Да, да, да. Не, смотри, быстро, как он бегает. Да, он на косте. Нет, такой коварный. Ах, какая быстрая корова. Там Зевс, кстати, где-то проседает. Зевса там убили. Вайпер забрал его в соло. Ну, бывает такое. В общем, они где-то увидели Phantom Lancer. Ну, несмотря на то, что сейчас они понравились хорошо относительно, все равно шансы... Ну, 500 голды. Шансы у них невелики. И Phantom Lancer пикали сами Вичи Гейминг на том же финале D20L. И он там проигрывал игру за игрой, на самом деле. Все, не работает. Phantom Lancer работал в начале, когда его пикали ласт пиком в удобной ситуации. То есть, активный герой. Он вообще не каждый раз срабатывает. Когда против тебя там всякие шейкеры, гирокоптеры. Да, да, когда этого всего нет. Когда много вот целей, которые бьют в одну только цель, тот же вот вайпер. Против вайпера неплохо. Ну, когда уже есть гирокоптер, шейкер, не работает лайнсер. И те же ВГ уже с этим лайнсером поиграли, попиков его на ферст пике, проиграли все, что можно. А рейв где-то увидели, да, посмотрели. Вон, вроде парни ВГ норм катают, норм. Лайнсера берут на ФП, берут и мы возьмем. Ну, нет. Не, ну ВГ лайнсера брали еще на Старладере, еще в прошлом патче, как бы, там у них получалось. Не, опять же, тут все правильно Ярик сказал по поводу ситуативности. То есть, действительно, когда гироч шейкер, ну что, гироч шейкер, мы его вдвоем размотают там на шести плотах. На любой стадии, да, неважно. Все эти иллюзии, они все погибнут от гироча шейкером. Даже если это иллюзия, запакованные просто, ну, вообще там на шесть плотов. А когда это все не запаковано, то это просто смешно. Да, ну 13-4 на 13-й минуте, преимущество по деньгам просто огромное, потому что мы видим Соло Мид Зевс всего на 300 голды имеет больше, чем с Форт Мирана. И как бы, ну, блин. И вот Хао уже третью линию пытается забрать. Хао, тот самый статовый Джоколокоптер, как я люблю их называть. То есть, без каких-то там супер непонятных артефактов, которые, например, очень любит Лода собирать там с Энжин Яша первым, без баллов, без барабанов. Не, слушай, ты видишь, вон тот топорик, там топорик. Это, скорее всего, Сан-Сан-Сан-Яша. Не, ну БКБ, ну куда? На БКБшечка, БКБшечка. Ну, БКБ надо однозначно. Да ты знаешь, я не уверен. Дело в том, что в БКБ героя нельзя спрятать в тот же Дизрапшн, чтобы подсейвить. Не, ну так, с другой стороны, нет хорошего фокуса, помимо магического у ребят. Ну да, да, это тоже так. Ну, в общем, тут апту Хао, в принципе, Саша и Яша тоже не самый плохой вариант. Они так доминируют. Саша и Яша ритм для доминации. Если ты доминируешь и быстро, как бы, набираешь ритм, Саша и Яша один из лучших. Она дешевая, она сразу дает кучу всего. Ну, ты потихоньку собираешь, не напрягаешься по полу, потому что у тебя куча бесполезного балласта в моментере. Да, 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 ты просто постоянно, постоянно доминируя, зарабатывая деньги, ты все время их вкладываешь. Ты не откладываешь там для какой-то... Да, или на 6 тысяч, которые стоят бабочка, покупая иглфонг за 3, там, 100, который тоже ничего не дает. Ну да, да. Ты постоянно, ты там на тысячу покупаешь. Вогреклаб, на тысячу покупаешь Аллакрити, там все это складываешь, складываешь. Да, он реально очень удобная штука. Так, Хау пришел отбивать низ. Но тут, кстати, Хау хотят... Как бы сейчас не убили Джи Йоб, потому что он настолько наглый, да, у него есть там Доппельгангер, он ему идет, но все равно опасно. Там вот сейчас на центре как-то тучи сгущаются, да, и... Супер, супер, но убьют ли супер? Ну слушай, тут Леон пятого уровня, он даже не шестого. Какие вообще, о чем речь? Да, причем вот сейчас опять зацепили, хотя удается ему все-таки скрыться с места происшествия. Ну вот, понимаешь, Лина нет шестого, Леон нет шестого. Герои, у которых основной акцент делается на ульты, не имеют ультов. Так, ты на 15-й минуте, а там Хау появляется у Айсай Сайса. Ты набирая таких суппортов, ты изначально должен понимать, что ты под угрозом. Станг будет тут, бай-бай-бай, есть ли лип вообще? Да. Да, как смешно, бессмастер с ноги вот она. Блинок этот легендарный. Мне еще нравится, у Магнуса тоже есть похожая анимация атаки, он тоже так лапкой передней, так типа бам в табло. Набирая суппортов типа Леона и Лины, вот как раз-таки это в чем и есть фактор рисков. Попробуйте двум суппортам еще два шестых-то наскреби на карте, это не так просто. Если ты не доминируешь с самого начала, то они могут закончить игру без суппортов. Клубан, Райора, ну и мы не собьют здесь ТП, да, Райор должен спокойно улетать, далековато откуда Айсайс. Но по поводу шестых левелов по суппортов, я тоже на этот счет имею несколько свой взгляд. То, что если вы берете этих суппортов и вы понимаете, что ну все, вот вы без шестых ничего не сделаете, и вы без доминации ничего не сделаете, так начните принимать активные какие-то действия. Не стойте, не терпите. Вы понимаете, что вы фармить в лесу не можете, да, а такими суппортами фармить в принципе тяжеловато в лесу. То есть пойдите в мид, попробуйте кого-то принять. Вы видите, у вас на трипле полный алярм и актунг, вы там ничего не делаете, переместитесь на другую линию. Ну когда, Ром, когда им надо было пойти? На первых левелах, что ли? Да, ты берешь первый левел, пошла на первом левел. Погоди со станом и волной. Не на первом левеле на шестой минуте, а на первом левеле на первом левеле, да. Но в этом-то и проблема этих суппортов, таких, что видишь, что есть, ну почему мы... Ой, сейчас попадет. Не-не, почти. Почему мы говорим, например, что вот этот оффлейн, какой-нибудь бэтрайдер, он крутой оффлейнер. Ой, здесь ловит же ее. А какой-нибудь клокверк, он не такой крутой, потому что если клокверк на его линии деклассируют, то он ничего не может. А бэтрайдер может в лесу идти. То же самое с этими суппортами. Если они начало свое не доминируют, на линии им все плохо, мало что они могут, в общем. Они могут попытаться, но... Они должны там популить в лесах, то они ничего не могут. Не, ну по факту, по факту, ладно, они должны были на первом прямом уровне пойти все на хард к бейсмастеру убивать. Под двумя кабанами, ой, вместе с бейсмастером Шейкера. Там вот это, двумя кабанами, там замедлять, втроем его там убивать. Но опять же, даже если бы они это сделали пару раз, это бы сильно ход игры не поменяло. Но чуть лучше было бы у них дела, наверное, да. Да, но сейчас все у них пока совсем грустно. И опять же, счет 5-14, опять же, нетворсы совсем грустные, потому что третья фармила в команде ВГ, АК, Айс Айс Айс, имеет нетворс выше, чем у самого фармящего персонажа команды Рейв. Вот он, Глиммер Кейп появляется у ШТ. Ну вот, с Глиммер Кейпом. Все, там весь упор сделан на магию. Да, с Глиммер Кейпом Вайпер будет заходить, бить тавер, если ты попытаешься не уропасть, он будет получать Глиммер Кейп. Потом еще, если что, его спрячут в Дизрапшн, если уж совсем по какой-то причине плохо станет Вайперу. Но ему не станет плохо, на самом деле, его просто не убить. У него Мека, у него 4-я пассивка, у него Power 3 сносил, у него что-то там еще и Глиммер Кейп из ШТ. Ужасно жирный, как бы тут ничего не скажет. Да, 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 то есть сейчас, ну, честно говоря, я вообще аутов для Рейв вижу очень мало. То есть должны ВГ просто нереально сильно наошибаться, по одному где-то там поумирать раза 3-4. Именно, по одному. Бисмастер есть, Сникрами уже хотя бы первыми, плюс Зевс, плюс Лин и Леон получили таки по уровню шестому. Поэтому если сейчас ВГ начнут совсем расслабляться и ходить совсем по одному, то их могут начать убивать. Ну, хорошо, сейчас увернулся Фантом Лансер, Джио пытается отсюда уйти, да. Айсайсайс просто не смог пробежать мимо своей фиссуры. Закрыто. Ну вот, вот, собственно, стан, но здесь Финрир. Можно Глиммер Кейп дать, а можно вот так даже сделать, да. А теперь Глиммер Кейп. Да, вот Глиммер Кейп и что? И до свидания, Райор. Райор тоже не спит. Он, наверное, улетит, кстати говоря. Айсайс, похоже... Айсайс, опять? Он, похоже, кулдаун, наверное, или маны не было, да. Не, ну не настолько же ему впадло вообще. Я думаю, что там, скорее всего, КД еще какой-то был. Ну, КД, наверное, был. Там секундочка, например. Где-нибудь на легкой линии. Не, ну он же внизу там только что-то давно у него был. Фиссурку давал. Ну, может, еще просто кинул до этого где-то. Ну, вот я говорю, еще, наверное, фармил. Такое жадюга, лень добивать сладки. Фармит фиссурами, а потом не хватает, чтобы убить. И опять под затыльник минус 100 долларов. Не, надо в команде не в долларах наказывать. Надо наказывать в юанях. В юанях, в юанях. Он пошел, 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 пошел. Ой, айсайсайс. Не, ну, тут попахивает всем плотным. И молодежный хаул в КБ. Тут попахивает. Очень пахнет. Очень пахнет. Притом, ВГ, мне кажется, даже особо не будут тянуть. Мне уже стыдно за эти прогнозы 2 по 20, потому что, походу, 1 по 20 сейчас будет. Ну, слушай, ну, а что стыдно? Ну, действительно, эта пара слишком небалансная. Слишком. То есть, ВГ... Ну, подожди, а завтрашняя LGD, ну, хотя да, LGD, но today она более балансная. Слушай, она может быть даже еще и более балансная. Ну, не факт, там тоже будет. Но эта пара совсем опасная, потому что ВГ, на мой взгляд, чуть ли не главный фаворит на топ-1. Рэйв чуть ли не главный фаворит на топ-8. Поэтому это практически такой... Слушай, меня бесит этот броненосец. Да, меня тоже. Мне тоже, потому что мне это напоминает Лигу Легенд. Не то, чтобы я не любил Лигу Легенд. Ну, я ее не люблю, да? Но... Тэф-3 бежит, бежит. Но зачем броненосец из Лиги Легенд в доте оказался? Я тоже не знаю, на самом деле. Собака броненосец. Не, я, в принципе, идею с питомцами не особо поддерживаю по одной простой причине. В компетенте это реально мешает. Это мешает. Это мешает. А еще... Клопку добавки. Еще, извините. Извините, мы здесь в брутальной доте 2. Брутальной. Дотал тип модифайер у нас появляется. Погоди, брутальная доте 2. Откройте там где-то паука. Покажите, давай, It's the spider. Брутального. Нет, погоди, брутальная доте 2. У нас мужчин, у нас аксы кричат. У нас холи-щеты происходят. И мы воруем из Лиги Легенд чертовых петов. Броненосец. Именно самое для девочек восьмилетних. Вот это вот. Давайте еще куть. Добавляйте, потому что в доте не хватает восьмилетних девочек. В доте мало. Они расширяют аудиторию. Расширяют аудиторию за счет восьмилетних девочек. А зачем они нам? Слушай, ну еще давайте фею, да, добавьте фею, как чтобы она за кем-нибудь... Фейчик Винкс возле гирокоптера. Не, я придумал. Хопа, хопа. Као, БКБ и драться, драться. Слушай, я хочу сказать, что Хао в этом турнире готов, когда твой керри прижимает БКБ от Стана Бесмастера, когда только его увидел из тени, это значит, что твой керри готов выигрывать турнир. Слушай, на 20 или он не был готов? Он не нажимал вообще ничего там. Он даже атаку иногда его Легенд был нажимать. Но это два цели, он перепил немецкого пива, и ему было очень хорошо. А здесь ему не дают пить. Здесь ему не дают, здесь пиво голимое. Здесь голимое пиво, согласен. Тут есть только один вот этот эльк. Как мне вчера американцы объясняли, что ты будешь вот это пить, Бадлайн. Лучше не надо. Говорит, ну это как бы вода и процентов 15 мочи. А, ну... Как мерзко это сейчас было, все, тихо. Это фон мерзкий. Да, ну тут пока Легенд сидел вот очень верно, то есть они, несмотря на свою тотальную доминацию, то есть сейчас решили сыграть... Стандартненько, дефолтненько и сливовенько. Забирают Рошана. Просто сейчас, когда этих гирокоптеров или вайперов будет два, их вообще непонятно, чем убивать. Ну, Вичи не будут спешить. Это факт. Вичи сейчас еще пойдут спокойно на топ, заберут Т2 там, может быть, кого-то по дороге убьют, и только тогда будет загидеть на хайграунд. То есть, да, это состоится в ближайших 5 минут, но не так, чтобы вот этот прям сейчас. 4 тысячи капуст на данный момент на руках у Хао, ну, можешь себе купить, что захочет. А, кстати, да, он бэкбэдос. А, бэкбэдос он уже нажимал, да, неоднократно. Так, вот Хао, смотри. Вот, смотри. У него есть Аегис, у него есть Аегис. А, нет, он просто убегает. Он не хочет. Рядом снимается Айс-Айс, и еще есть у него Аегис. Прыгай, Айс, прыгай и стань. Да, шо ж ты так долго думаешь? Сарелон только решил в пятерых будет прыгать. Ну, в принципе, да. Он же хочет... А у нас будет? А че ж не будет? Нам нужна рубрика. Так, смотри, смотри. Рубрика, погоди, Пагани, но рубрика у нас как раз этот... Якоревись там или как там, якорь дня. Ой, как хорошо стрятался днеман. Ну, короче, мы с рубриками разберемся. Паузе. Да, ну якорек вот мне понравилось. Якорек дня все так и будет. Якорек. Эх. Ну, вот пока, конечно, Зевс сыграл как якорек. Стерлой тут чекает у нас МВС, ну и пуш. Я думаю, что они сразу на рампу пойдут после этого пуша. Ну, точнее, запушат этот тавер и сразу на рампу. Не будут они сейчас расползаться по карте. Ну, хотя вот сейчас что-то попинговали на центр и... Ну, им там сплитят, но я думаю, что им гораздо проще не сюда лететь, а заставить степаться. Тем более, что здесь Некра вызвали. Третий Некра вызвал, здесь бисмастер. А нет, растепешивается кто-то. Да, да, там розовый у нас полетел, Пагма полетела, да, цепляет Лину. А она Лину, кстати, сейчас убьет. Билли, ничего страшного. Самое главное, что здесь Т3 падает, так что минус Лином. Бывает. А если сайдс доминейтик, они вдвоем просто сюда приступали. Да, при том, втроем остальные ребята из ВГ вообще не обламываются. Продолжают пушить. Но Джио-то, кстати, тоже пытается сплитпушить. Он понимает, что в дефинции они ничего не сделают. Кулдаун залетает по Крисе. Проблема у Зевса. Зевс в Таверну. Т4 товара танкует Хау. Вот он Джио. Джио начинает очень сильно вгрызаться. Хау пытается танкануть по максимуму. Глимер Кейп у него. У него еще Аегис. У него, кстати говоря, почти бабочка. О, братан. Закончился Глимер Кейп, я подозреваю. Спасибо, Блинхау, порегенили меня. Закончился Глимер Кейп, действительно, вот на этом моменте. Но бараки, по-моему, тоже заканчиваются. И ВГ... Нет, смотри, еще держатся, пытаются, пытаются. Нет, ну там вот Вайпер нажимает БКБ и все, ему уже ничего не сделают. Ну да, пошел убивать просто сразу он Леон или стрела еще в лицо залетает. Здесь у нас Дэрион запрыгивает ни в кого. Минус 100 долларов. Это уже минус 300 получается. Ну, пока... Милоши, пока... Выиграли, не пока... А, нет, погоди, с 8-м места тоже дают что-то, да? Дают, дают. Что-то неплохо. Понял, понял. Засит. А, то есть у него есть еще определенный бюджет. Бюджет есть. Баджик есть на то, чтобы фидить и тупить. Если что-то так, смотри, в Геймер Кейпе в инфизике, да, и можно прыгать не хочет. Сбился даггер, сбился даггер. А, чем-то сбили даггер. Не, ну по факту ребята все сделали очень хорошо. Реализовали свой Аегис, забрали сторону. Ну, все замечательно, в общем. Так, да. Но я думаю, что сейчас они должны пойти на следующую сторону. Вряд ли они будут так... Слушай, а что это за золотые статуи? Это 250 уровень компендиума. Золотая статуя. У меня 51, я не знаю. У меня 250, у меня есть 2, у меня одна еще выпала где-то на рандоме. Я Криса, у меня были деньги, чтобы выдают свою компендию, но я купил игру. В глаз Орлу попал просто сейчас ЭВ. Какую игру купился? Я купил игру, которая называется Project Cars. На, знаем такую. Хорошие, хорошие гоночки для любителей. Понял. Я смотрел. Так, оп, Хаул. А БКП это не успел? Хекс не успел. Он на косте, его спасает, что-то считается. Ну, и КГВСФ происходит, хотя там Шейкера-то уже убили. Но 2 в 1. Да, двух пацанов забирают основных. Сейчас еще одного здесь убьют. Еще одного Финрира. И Хаул. Хаул, убить, убить. И минус Хаул. Так, и Вайпер остается в золотые. Смотри, как его больно. Он БКП врубил, только поздно. Ему уже полмана высосало. И Лина ловит сейчас стрелу. Так, да, и Вай. И Вайу больно. А что же они не стали добивать-то и Вая? Я не знаю, что они не стали здесь драться дальше. Нет, но Супер бы их размотал бы. Но, пожалуй, думаю, да. Под кабаном, под двумя некрами двоих. Нет, в результате смотри, что происходит. В результате ребята зарабатывают просто тонну бабла. Да, кстати, слушай, вот мы как раз смотрим первый... Ладно, не первый, но... Ладно, первый, где реально жесткий турнир. Вот с нового патча. С новым патчем. И что мы видим? Драка. Три в три. С особой Павляшвили очень серьезная. Но всего три тысячи получили. Раньше бы они получили восемь. Ну, пусков, да. Шесть, семь. Шесть, семь, восемь. Наверное, где-то так. Шестера точно бы. Шестера была бы точно. Ну, там же снизили общий коэффициент вот этот там. Да, на 25%. А в XP вообще на 40. Так что да. Так что сейчас камбэки не настолько рил. Да, камбэк из рил, но не настолько рил. Ну, поэтому так себе камбэк. Вообще драка была хорошая. И вот после этой драки, я думаю, немножечко Вич и гейминг сейчас будет поосторожнее. И это значит, что игра еще... Ну вот, Хао не прожал БКБ. Но он, правда, не ожидал, конечно. От Хикса нельзя прожать БКБ. Можно прожать только заранее. А он просто не знал, что там Леон за углом. Да, и в принципе, еще есть время до Рошана. Еще там 4 минуты с копейками. А это значит, что как раз эти 4 минуты в ЭГ вообще ничего предпринимать не будут. Потом сойдут на Рошана, заберут его, пойдут дальше. Ну, вообще не факт. Они могут. Они могут. Если они грамотно занимают позицию изначально сами, так, чтобы там Shadow of Demon сейвил, какого-то вайпера, который бьет тавер, их очень тяжело взять. Очень тяжело. Просто тут была диспозиция изначальная. Начали рейв, а как известно в доте, кто начинает, от того шансы повышаются на победу. Это как в шахматах. Это как в доте. Это как в шахматах. Белые начинают и выигрывают. А белые всегда выиграют шахматами? Нет, ну черными просто очень тяжело выиграть в шахматах. Именно в топовых шахматах. Понял. Я думаю, нам бы Ян побольше про это рассказал. Здорово, я знаю, что ты нас все равно смотришь. Который Фростнова? Конечно. Конечно, конечно, привет. У нее где-то на носу скоро участие в одном из поднящих мере турниров. Все, что на носу, главное, чтобы было не во рту участие. В общем, тут нападение. Смотри, хау. Ну вот его сейвить, да, глимер фейв плюс под сейв. От шадов демона, хау подрубает по КБ, ну и ГГ. Ну да, все, прокаста больше нет. Герои практически не имеют никакого дальнейшего потенциала бойцов, и они пишут ГГ. Это 1-0 в пользу Вич и Гейминг. Легкая катка, легкая. Да, Рейбам нужно потихоньку посмотреть еще пару гайдов по новому патчу. Да, да, да. То есть мы у нас, мы записывали, судя аналитики, можно же перевести на филиппинский, посмотреть все это. Вы думаете, что они не читали? Не знаю. Вы думаете, они не смотрели студанал трехчасовой? Думаю, что... Все должны были смотреть. Судя по тому, как они действуют, нет. Не было просмотра студанал. Смотри, 1-4 джио заканчивает. Нинджи Буги 1-7. У Супера нет компендиума. Полива. Давай купим. Давай скинемся. Полива. Смотри, Сай 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 Сай. Еще раз напоминаю, кто комментирует игры. Да, да. А вот и мы. Привет! Легкая была первая игра. А какой у нас перерыв между играми? Смотри, какая в таких бутылочках у нас вода. Давай сделаем конкурс. Угадайте, сколько здесь грамм. Вот серьезно. Угадайте, сколько здесь грамм. Миллилитров. написано. Нет, там есть миллилитры. Угадайте. А что-нибудь подарим? Да, подарим. А где? А в Твиттер пишите. Сейчас мы пока что-нибудь подарим. Подожди, подожди. Смотри. А-а-а. Смотри. А-а-а. Смотри. Так, так, разворачивает он. Разворачивает. Там доллары. О, доллары? А, нет. Ну, почти доллары. Смотри. Муакое есть. Муакое. Это сет с Дака. Вот тут код будет. Вот. Кто угадает первый? В Твиттере? Пишите тогда, да? Куда в Твиттер надо? В Твиттер? Просто в Твиттер. Ну, мне, да. В Твиттере все есть. Вот. Первый человек, который угадывает, получает вот этот вот код с Дака, привезенный Неской. Там какой-то сет с Дака. Так что угадывайте. Будем сегодня разыгрывать. У нас тут этого добра, чтобы вы понимали, что кого-то. Вот прям очень много. Там и автографы, и сыты. Хрен угадаете. Отвечаю. Я в жизни не подумал. Я думаю, что первый угадывает точное количество миллиграмм. Точное количество миллиграмм. Правильно? Все. Договорились. Да, да. Окей. Что у нас? Вообще конкурс, мне кажется, так все мы придумали. Какой-нибудь хрен напишет от одного до тысячи, вот тысячу этих твитов. Нет, ну пусть пишет. Нет, ну что, мы прочитаем. Спамят. Да, да, да. Так что у нас будет перерыв? Да, у нас будет перерыв. Вот как раз в паузе. Пока у нас будет маленькая пауза между первым и вторым матчем. Заходите в YouTube Студонала. Там как раз залилось наше превью. Уже со стерео звуком. Я научился делать... Долби Сураунд. Долби Сураунд. Заходите в YouTube Студонал. У нас пауза, и мы возвращаемся на вторую карту через 5-7 минут. Не уходите. Спасибо за субтитры.